В юном месяце апреле, в старом парке тает снег, И веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, Только небо, только ветер, только раны впереди. Только небо, только ветер... Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые друзья! Я, Владимир Торсуев, актер, музыкант, теперь еще шоумен. Но вообще, на самом деле, многих, наверное, удивит. Время идет, но в этом году справились 40 лет от наших премьеры. А я, оказывается, иду тем, за такой мальчиком, который сыграл в предмещении электроника и электроника. Но сегодня не об электронике, хотя тоже часть немножко расскажу. Мне тут посчастливилось посмотреть замечательную картину, которая называется «Россия с нами не пропадет». И вы знаете, достаточно сложно комментировать, и даже тот жанр, очень сложный, это и лирическая комедия, и спортивный репортаж, и приключения, и репортаж о работе медиков, болельщиков. И еще забавно, когда, действительно, фильм о всех. О женщинах, в первую очередь, конечно, спортсменках, футболистах. Вот, об их не хобби, или будем говорить о том, что это женский футбол для них хобби, а так, скорее, конечно, кто-то певица, кто-то бухгалтер, кто-то большой директор, кто-то вообще олигаршин. Поэтому фильм об этом, и очень рекомендую вам его посмотреть. Вы получите удовольствие, много шуток, много музыки, хорошего настроения, красивые женщины и интеллигентные мужчины. И не только. Ну, и, собственно, коли картина все-таки о спорте, я тоже должен призваться, что мы с братом спортсмены. И в этом смысле нам очень посчастливилось, потому что нас, собственно, родители в три года посадили на велосипед. В четыре мы ездили уже на двух колесных велосипедах. В пять лет поставили на коньки, в шесть лет отдали в музыкальную школу. А уже в школе мы занимались хоббсом, баскетполом. Признаюсь честно, втайне от родителей мы девять лет с братиками засели на мотоцикл. У нас серьезный, серьезный мотоцикл, сами за рулем. И, собственно, как бы пошло-поехало. Потом, ну что, конечно же, хоккей. Так, достаточно серьезно. В меньшей степени футбол, но кто-то тому виноват, в общем-то, травма глинасток. А так потом, почему? Ну, потому что мы, когда приехали на пробы, Игорь Костянович Бромбек, который пришел в постановщик электроник, он говорит, ну хорошо, но гитарю умеете, умеете. Петь можете, а мы у нас в музыкальной школе, там и хоры, и сорфежи, и все дела. Ну, умеем. На мопеде, умеем. На велосипеде, умеем. В хоккее, умеем. Ну, как бы так сложилось. И, опять же, спасибо нашим родителям, замечательно, потому что они вот такие молодцы были. Ну, тогда была и демократия, и все эти истории были бесплатные. Это сейчас стоит огромных денег. Поэтому мы тогда могли заниматься и там, и там, и там, и там, и там, и там. В общем, такая история. Конечно, нам это все пригодилось. Ну, и похвастаюсь, конечно же, потому что мы с братом все-таки призеры чемпионата мира в донках на выживание на скоростных катерах. Санкт-Петербург, 2011 год. Мы ехали, ехали, и мы, наконец, приехали на поле. Ну, еще раз, удача такая, маленький экскурс. Свою историю, добра, успеха, хорошего настроения. С уважением, Владимир Першуев. Субтитры создавал DimaTorzok